Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня поговорим о robots.txt. Название на слуху, периодически оно упоминается то в одном контексте, то в другом, при этом далеко не все знают, что это и где это. Файл robots.txt регулирует ваши отношения с поисковым роботом, как несложно догадаться. Он должен лежать в корне вашего сайта, то есть здесь, но здесь он у меня не лежит. Причем, как ни странно, Яндекс его видит. В Яндекс вебмастере он говорит, ну вот же он, и даже показывает какие в нем есть параметры. И даже через браузер он открывается, а в корне при этом его нет. В этом, собственно, плюс тестового сайта, что ничего специально я в нем не делал, а значит у вас, если вы также специально ничего не делали, может быть та же проблема. Робот.txt в моем случае виртуальный, он создается плагином или плагинами и физического доступа к нему нет. У меня виртуальный файл создает uast.seo. Насколько я понимаю, он же дает возможность создать реальный физический робот с txt. Здесь же можно менять его параметры. Вот он у нас появился в корне сайта. Можно с ним работать по ftp или из uast.seo, но в принципе, если у вас нет uast.seo, создать его достаточно просто. Сейчас я его удалю. Вы создаете файл txt, то есть берете обычный блокнот, я вставлю в него пока то, что в нем было. Про синтаксис расскажу позже. Сохраняете его как робот с txt латиницей. Здесь нельзя использовать заглавные буквы. Сохраняете и закидываете его на сервер. Где он? А, вот. Ну да. Закидывайте на сервер. Ага, так он не закидывает. Лучше, конечно, пользоваться файловым менеджером типа Total Commander, но я покажу, как это делать с помощью сервиса от провайдера. Вы, вероятно, будете делать также. Загрузить файлы. Нашли. Загрузили. Вот он появился. Теперь, что касается содержания робот с txt. Он рассказывает поисковому роботу, что делать с сайтом. По большому счету, в нем есть два основных параметра. Allow и Disallow. То есть, разрешено и запрещено. Все остальное от лукавого. Ну, еще сайтмэп. При этом обязательным параметром является юзер-агент. То есть, каким именно роботом, что нужно делать. Но по опыту мало кто прописывает параметры для разных роботов. Типа, пусть Яндекс индексирует, а буржуйскому гуглу не дам. Понятно, что для всех поисковиков все будет одинаково. Но потенциальная возможность такая есть. По оформлению. Каждый юзер-агент это отдельный блок. Строки должны идти одна за другой. То есть, пустые строки не допускаются. Пустая строка бывает только, если следом идет другой юзер-агент. Как здесь. Ну и, собственно, звездочка говорит о том, что данные предписания распространяются на всех, без исключения поисковых роботов. И, в принципе, почти всегда можно ограничиться параметром юзер-агент звездочка. Теперь, что касается двух основных параметров. Разрешено и запрещено. Вот это ненужный параметр, так как он говорит, что разрешена индексация папки Яндекс Ньюс. Allow — это значит разрешено. Но зачем это писать, если и так разрешена индексация всех папок? А вот если бы была такая конструкция, десылау слэш, то все было бы как раз логично. Один слэшу запрещено, предписывает запрет на индексацию всего сайта. Allow добавляет исключение, что Ньюс в папке Яндекс индексировать можно. Но все это только для поискового робота Яндекс. Поэтому удалим все и оставим для всех, чтобы не путаться. Слэш говорит, что запрещено все. А вот если оставить параметр пустым, то наоборот все будет разрешено. То здесь allow не работает. Теперь, что касается синтаксиса. Вот так мы все запретили, но разрешили индексировать папку Ньюс. А вот так, например, мы разрешили индексировать только файлы с расширением gif в папке Ньюс. То есть звездочка заменяет условно все, что от слэша и до гиф. И еще тут есть знак доллара. Если мы напишем так, то разрешены будут все файлы page 1, page 2 и так далее. Даже если без звездочки, кстати. А если поставить знак доллара, то это предполагает только строгое соответствие. Разрешена только одна страница page в папке Ньюс. Какие еще есть параметры? Сайтмэп. Указывает, где лежит карта сайта. Я делал скринкаст о том, что это и как создать. Ссылка в описании. У меня она лежит по адресу имя сайта slash sitemap index.xml. Но если написать просто sitemap.xml, он тоже его найдет. Если у вас http протокол, что неправильно. Об этом, кстати, тоже есть скринкаст. Ссылка также в описании. То писать http.2 slash не нужно. Если https, как у меня, то нужно. Еще есть параметр host. Если у вас есть зеркало сайта, то здесь указывается главное зеркало. И есть еще два не очень нужных, на мой взгляд, параметра cleanparam. Не буду про него рассказывать. Он вообще, по-моему, только для яндекса и гугл на него ругается. И crawl delay. Он задает интервал в секундах между индексацией страниц. Это если у вас совсем слабый хостинг, чтобы снизить нагрузку, но вроде под кроватью сервера давно уже никто не хранит. Знак решетки роботами не обрабатывается. Это если вы захотите оставить комментарий для себя любимого. Ну вот, разобрали робот с текст. С одной стороны, редко когда в нем есть надобность. Но с другой и делать в нем особо ничего не нужно, поэтому лучше его все-таки иметь. Все любите друг друга и роботов. Они скоро будут править землей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.